Привет! Я такое внеплановое видео решила снять. Мне очень тяжело сидеть. Может быть, кому-то интересно последние какие-то события, новости. Если кому-то и не интересно, то у меня всё так же болит поясница. Я в больницу не ходила, потому что не могу дойти до неё. Даже если я приеду на такси, то по всем этим этажам я не смогу ходить. Я не выхожу на улицу, я не хожу по лестничной площадке, я по дому еле передвигаюсь, мне тяжело. Если, конечно, ходить ровно, как робот, даже штаны тяжело надеть, понимаете? Носки это вообще, я не знаю, сколько я дней уже в этих носках хожу, не суть. Пальцу, конечно, уже немного лучше. Возвращается его чувствительность, но припухлость всё та же. Я думаю, да, на камеру видно. Я сегодня буквально стёрла лак, сделала маникюр. Это было ещё то зрелище. Это было очень трудно сделать и очень долго я всё это делала, но сделала. Я большая молодец. Всё это время за мной ухаживает парень мой, и я ему так благодарна. Мне кажется, если бы я жила одна, то я не знаю, как бы я вообще смогла бы существовать. По поводу моего копчика. Он немного паутих. У меня время от времени болит, но паутих, наверное, потому что у меня есть другие какие-то очаги боли. Я лично думаю так. Иначе бы, если бы не было других каких-то больных участков на моём теле, мне кажется, копчик также продолжал бы болеть. Это, знаете, чтобы не обращать внимания на больной палец, нужно было потянуть себе поясницу. Теперь, чтобы не обращать внимания на поясницу, нужно себе ещё какое-то увечье нанести. В общем, да. У меня, конечно, жизнь довольно-таки красочная и интересная. Если кому-то кажется, что она не такая, вы правы. Да, я ещё хочу предупредить. Давно уже хотела это сделать, но всё как-то не было вообще момента какого-то времени. Не знаю, то я думала, мне это нужно, то потом я передумывала. Короче, как вы знаете, наверное, если вы вообще увлечены моим каналом, вы там смотрите его постоянно, смотрите все ролики, вы знаете, что у меня есть, как моя страница в ВК и есть группа ВКонтакте. Группа посвящена конкретно моему каналу. Там всё связано именно с моим каналом. Моя же страница ВКонтакте, она посвящена чисто только моим друзьям и мне. Я в последнее время добавляла всех, кто хотел со мной дружить. Сейчас меня это напрягает, честно скажу, потому что всё больше и больше добавляется людей, всё больше и больше пишут эти люди. Те, кто, может быть, раньше добавлялись, но не писали мне, сейчас пишут. И всё больше и больше этих людей. Поэтому я, во-первых, не всем успеваю отвечать, не потому что я там зазвездилась, и я просто не успеваю это делать. У меня есть свои какие-то дела, у меня какие-то свои жизненные проблемы, о которых я не распространяюсь, потому что не хочу грузить. Максимум, что я могу, это сама себя поорать со своих каких-то жизненных неурядиц. Но есть такие неурядицы, о которых я не хочу распространяться. Ну, как и все, в принципе, люди. Даже обычные какие-то вещи не все воспринимают адекватно. Поэтому о каких-то серьёзных вещах я вообще как бы молчу. Поэтому к чему я это всё веду? К тому, что я решила... С сегодняшнего дня я со своей основной страницы ВК удалю всех тех, кто не мои друзья. Именно школьные друзья, друзья именно в жизни, не близкие какие-то друзья, не мои родные. Все, кто добавлялись ко мне с YouTube, кто смотрит YouTube-канал, все, кто связаны именно с каналом, всех приглашаю именно в группу ВК, потому что мне там удобнее, там тоже можно писать в личку, там тоже можно общаться. Тот же самый функционал. Просто это группа. Я буду знать, во-первых, сколько вас, во-вторых, кто вы, что вы, кто это пишет, зачем, кто добавляется. Понимаете, это чуть упрощает всё. И я надеюсь, никто не будет в обиде. Я приглашаю именно в группу вас всех. И если что, добавляйтесь, пишите там, выкладывайте свои какие-то посты там, именно связанные, ну, может быть, с моим каналом. Можете выкладывать там какие-то картинки, посты, статьи интересные, потому что у меня группа не закрыта. Вы каждый можете быть участником, если, конечно, вы не какую-то ерунду будете выкладывать, потому что я её буду удалять. Я буду всё равно фильтровать какие-то посты и сообщения. Поэтому, ну, давайте будем корректными и адекватными. Какие-то повторяющиеся картинки, множество картинок тоже не нужно, потому что, ну, это группа для общения и настроения, а не для того, чтобы один какой-то зритель, да, постил там всё, что ему нравится. Ну, как бы, сами понимаете, да. Я-то сама там пощу только свои видосы и некоторые фотографии. Всё, поэтому, ну, нужно знать меру о всём. И да, я надеюсь, обид никаких не будет, потому что мне так будет легче. Я хочу себе облегчить участь, потому что иногда бывают пишут такие люди, которых я не знаю, я не помню, кто вы. Добавлялись вы именно по поводу YouTube-канала, либо вы добавлялись, я не знаю, для того, чтобы предложить мне сотрудничество, либо для чего. Ну, короче, знаете, вот в памяти всё не удержишь, поэтому я надеюсь на понимание с вашей стороны и надеюсь, что вы привыкнете к этому. И для вас этот вариант тоже покажется адекватным. Это, в принципе, всё, что на сегодняшний день нового я могу рассказать. Я ещё хотела в кино сходить. Я хочу прогуляться с девчонкой, с которой я, кстати, уже снимала видео, с подписчицей. Но я не могу её называть подписчицей, в общем, с девчонкой, с которой мы уже гуляли. Но я не могу это всё сделать, я не могу никуда пойти, потому что, блин, мне хреново. Я уже хочу вырваться из дома. Знаете, сидеть в четырёх стенах, конечно, круто. Я монтирую видео, я где-то что-то снимаю. Чем-то занимаюсь, но всё равно, сидя в четырёх стенах и выходя иногда периодически на балкон подышать свежим воздухом, этого мало. Я надеюсь, что у меня это всё пройдёт. Потому что меня, честно, в последнее время начинает пугать это всё. Ну, моё состояние. Я уже такие мысли перебрала в голове. Я уже думаю, блин, поясница так долго не проходит. Наверное, что-то не так. Наверное, я что-то там серьёзно повредила. Короче. И, наверное, не смогу ходить полноценно теперь никогда. Ну, понимаете, да? Когда ты сидишь в четырёх стенах, то у тебя как раз-таки вот именно вот... До хрена времени, чтобы думать об этой всякой фигне. То же самое с пальцем. Я уже думала, он у меня не пройдёт. Почему он всё время опухший? Почему он у меня всё больше чернеет? Почему он уже где-то макроватый? Я уже думаю, блин, наверное, там жидкость. Нужно её откачивать. Блин, наверное, я что-то, может быть, там сломала. Так, ну раз не болит, значит, ничего не сломала. Блин, ну больно дотрагиваться. Почему он так долго болит? Понимаете? Вы понимаете? Масштаб трагедии. Я просто вообще... Вот представьте, с поясницей я не могу нагнуться, я не могу полноценно нормально двигаться, ходить. Я могу только лежать. И то переворачиваясь, мне больно. С пальцем я не могла вообще поначалу рукой пользоваться этой, потому что отдавала вот в эти два пальца и болела немного вот вся кисть. Не всегда, время от времени, бывало тянуло, может быть, из-за погоды, не знаю, из-за чего. Ну, в общем, сейчас уже всё полегче. Я как бы вот этой вот частью делаю всё, что нужно, двигаю, надеваю там штаны, к примеру, одеваюсь как-то, что-то, ну, в общем, как-то функционирую. Палец я практически не задействую в редких случаях. Именно если нащупываю, что мне вот здесь вот не больно, то я могу что-то поддеть, где-то что-то там как-то, в общем, сделать. Представляете, да, насколько вот у меня ограничения вообще в движениях, вообще именно в жизни. Как это может просто давить на тебя. Это... И большую часть времени я практически провожу в кровати. Вот представляете, я долго сидеть не могу. Вот я сейчас сижу, а мне... А мне в поясницу отдаёт, причём это больно. Это больно, это именно боль. Не просто где-то там скованность какая-то, да, где-то что-то зажато. Именно боль. Короче... В общем, не буду вас больше напрягать. Вы понимаете моё самочувствие, моё состояние. Я ни в коем случае не жалуюсь. Просто хочу понимания от вас. Если кто-то заметил, что в последнее время, до, может быть, этого ролика, видео старались выходить... Я старалась. Вы... Я старалась их выпускать как можно чаще, каждый день там. То сейчас я не знаю, как они будут выходить. Потому что не то, что нечего мне снимать. У меня идей до хрена и больше. За это время я уже поднакопила, ну, много всяких видео. Именно видео идей. Но я не могу это полноценно всё воплотить в жизнь. Так, мне нужно уже идти, потому что я ещё плюс ко всему отсидела ногу. Я думаю, вы заметили, да, мой ролик, снятый на фоне моей новой полочки, злосчастной, из-за которой все мои проблемы. Ну, вообще, я сама виновата, как бы, я это адекватно понимаю. Можно было дождаться с парнем забрать её, можно было... Но не так, как я это сделала. Короче, это всё, что я хотела сказать. Если есть какие-то вопросы, жду их в комментариях. И рассказывайте, как у вас дела. Я, пожалуй, пойду. Ооооой! Субтитры сделал DimaTorzok